Друзья, добрый день! После всех видео, где я упоминаю свой литий, показываю, как он заряжается, как он не разбегается по напряжениям, то, что там вполне нормально, есть остаточная емкость 35 А в одной консерве. У меня люди спрашивают, ну как я, в общем, готовлю. Ссылочка на большую серию, как я собирал свои 24-вольтовые сборки этих консерв, да, там, переподключая одну консерву с удвоенной емкостью, ну, с уменьшенным в два раза напряжением, будет в описании к этому ролику. Конкретно здесь я хочу еще остановиться на одном важном моменте, который, ну, как сказать, я не упоминал, но вот сейчас уже опять же практика показывает, что это важный момент. Значит, смотрите, друзья, у меня есть вот такое количество консерв, я их расформировал, по 7 штук, это будут сборочки на 48 вольт, остаточная емкость, заявленная продавцом, 35-38 А в одной консерве. Значит, смотрите, эта версия консерв еще именно консервы, видите, то есть, чтобы их вскрыть, нужно пилить. У меня уже новая версия, выбиваю заглушки, видите, вышла, ее дальше плоскогубцами уже сейчас сжимаем, вытаскиваем и дальше потом разъединяем именно сами железки. Ну, суть в чем? Первое, смотрите, конкретно такой вид консерв, у них измененная полярность, то есть, вверх у них у всех, вот видите, здесь, здесь, они вот сейчас все сверху, вверх у них у всех здесь. А клеммы, смотрите, плюс-минус, 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 то есть, в машине они, видимо, так еще и собираются. Те мои консервы, которые уже новые версия, да, они, хоть их вот так, клади, вот, они имеют одну форму, хоть так, то есть, вообще, без проблем. Здесь, чтобы правильно сжать их одну к одной, желательно надо будет сразу их распределить вот в таком виде. Это первый момент, да, их вот так я распределил дальше. замерил по плечу сопротивление каждой, каждого пакета, их там по два. Вот, то есть, вот так замерял сопротивление, потом замерял вот так сопротивление. Сопротивление, ну, чтобы не было там, тоже, чтобы ребята не пытались подколоть меня, вот таким вот прибором, то есть, который меряет именно сопротивление. Даже, даже, смотрите, если он показывает какой-то космос, да, температуру на Луне, но он все равно его показывает в общей массе, да, именно привязанный к какому-то гипотетическому сопротивлению всех этих консерв. Вот, и писал я и отбирал для комплектации. Вот так вот, то есть, 1,8, 1,9 здесь, 2,0, 1,8, вот он, здесь у нас 1,6, 1,7, вот он пакет, да, будет консервы, здесь 1,6, и 7, 1,7, и 7, и 5, вот он пакет. Тут вот 1,6 почти все, здесь двоечки и более, здесь 1,7, 1,8, 1,6, 1,5, вот здесь 1,6 и 1,7 есть, но самое большое сопротивление, так, вот тут 1,9, 1,8, здесь 1,8, 1,9, здесь у нас 1,7, 1,6 где-то в среднем, вот двоечки, 2,1, и даже 2,2 есть миллиома, и вот здесь 2,0, то есть, раз сборочка, и вот сборочка, это сопротивление на плечо, я обращу ваше внимание еще, не суммарное, а на плечо, 2,0, вот, плюс у них есть разное тут напряжение, вот, ну, то есть, я их отсортировал, часть вот при перевозке еще и повредили, то есть, я 2 сборочки собрал из поврежденных, хорошо, что хоть внутреннее сопротивление у них тут плюс-минус, короче, десятые миллиома, то есть, получилось, ну, получится, я надеюсь, если я выпрямлю, извините, вот, поэтому нужно будет выпрямлять еще эти уголочки, но пока эти 2 сборочки, да, они будут отложены и поставлены в сторонку, а вот эти вот все, которые я вот так укомплектовал, дальше, следующий этап, значит, смотрите, что я делаю, я их переворачиваю всеми минусами на одну сторону и всеми плюсами на одну сторону, далее соединяю вот так просто медной проволочкой, вот такой, после перемотки одного из ветряков, тут, по-моему, полтора миллиметра, ну, тут небольшие токи, потому что, во-первых, напряжение очень близкое друг к дружку, ну, и сопротивление внутреннее близкое, вот так, в общем, их соединяю и оставляю так, ну, до завтрашнего утра, то есть, ну, минимум часиков на 10, то есть, я еще уравновешиваю потенциалы по напряжению, левого и правого плеча и плюс всех консерв, чтобы потом не мучиться с балансирами, которые будут еще отдельно, там, добалансировать все это хозяйство, чтобы, ну, не было проблем. Надо будет для всех этих комплектов покупать еще болтики вот такие, вот, шестерочка и четверочка, как-то я покупал пятерочку, думал, здесь пятерочка центральная, но нет, четверочка центр и шестерочки по краям. И так их все предварительно соединять, я не буду их соединять, там, параллельно по три консервы, потом их таких параллельных сборок собирать по семь, нет, чтобы не было никаких форс-мажоров, у нас будет семь консерв, одна батарея, семь консерв, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая. То есть, четырнадцать вот таких сборочек. На каждую будет, друзья, устанавливаться БМС-ка, как бы это не расточительно звучало, но будет слабенькая БМС-ка с расчетным зарядным разрядным током на конкретно батарею при общей, да, емкости, мощности, отдаче на пятикиловаттный инвертор. Вот, то есть, да, да, весь этот комплект, получается, здесь на тридцать киловатт, он будет работать на один пятикиловаттный инвертор. Шнайдер, еще старой там версии. Вот, соответственно, мы разделим зарядный, разрядный ток на четырнадцать сборок. Купим на каждую такую сборочку свой БМС. Если даже что-то пойдет не так конкретно с какой-то одной, да, консервой, то БМС выведет из эксплуатации конкретный аккумулятор. Давайте это уже так будем называть, да, аккумуляторную батарею. А остальные, там, тринадцать, двенадцать, десять, они будут продолжать работать. БМС тоже будет с запасом, конечно. Грубо говоря, там, допустим, в пике в двукратном пятикиловаттный инвертор будет давать, к примеру, десять киловатт, да. Это на, даже на пятьдесят вольт, если разделим, это получается двести ампер часов. Ой, пардоньте, ампер, да, разрядный ток может быть. Соответственно, делим на четырнадцать, там. Делаем запас, тридцати амперную, короче, БМС-очку сюда ставим, и все. Не дешево, согласен, не дешево, но безопасность. Вот здесь как раз, когда, ребята, многие говорят, лейте консервы, там, горят и все остальное. Вот здесь как раз для вас, друзья, я буду соблюдать безопасность. Вот так. Ну, а пока я продолжаю. Вот, вот, вот такие подготовительные процедуры. В идеале, конечно, в идеале, это пока только в идеале. Если так их все соединить уже с болтами, а потом еще, еще плюс к этому, ко всему, да, отдельными изолированными проводниками соединить еще все эти батареи между собой, пока они стоят вот на такой вот именно балансировке. не собранные в комплект, да, на 48 вольт. Пока сейчас здесь получается, ну, вот в этом плече 4,2 вольта, вот в этом плече 4,2 вольта, и большой ампераж. Вот так их все соединить, а потом вот я хвостики специально, видите, оставляю. Их дальше соединяю, перекидываю, к примеру, вот этот плюс на эти плюсы. И все, вот эти три раскидать туда, 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 и еще их между собою все уравновесить, чтобы они, которые слабые, поднялись до напряжения более высокого. Потому что здесь есть напряжение на одно плечо у каких-то 4 вольта, у каких-то 3,8 вольта. Вот их все найти, как бы, среднее напряжение по палате, я думаю, что часов за 10, за 20, за сутки при таком подсоединении они все отбалансируются. Потом, когда мы соберем все 14 сборок на 48 вольт, соединим на шину все плюсы, все минусы, БМС-ки, центральные точки раскидаем, то они потом будут более ровно работать. Вот. Именно благодаря предварительной вот такой вот балансировке их без введения в эксплуатацию. Вот так, друзья. Я думаю, я пояснил. И вот именно так я делал со своими, и именно вот поэтому они так ровненько, классно идут. Вот. Даже если где-то здесь у какой-то будет, ну, емкость больше, у какой-то батареи меньше, но это все нивелируется именно тем, что мы не будем полностью заряжать до 4,2 вольта на пакет, давайте так скажем, на элемент, да, или 8,4 на консерву. Вот. И не будем разряжать ниже 20%, то есть 90% вверх предел заряда и 20% вниз предел разряда. Все. И они будут работать нормально с запасом по верху и по низу, по разности в ямкостях. Вот так. Это тоже, друзья, используйте альтернативу там, где это можно нужно и выгодно делать. И не, как говорится, не пренебрегайте предварительной подготовкой этих консерв к воду в эксплуатацию. В эксплуатацию. Все. Язык заплетается. Устал. Все. Всем пока. До новых видео. Я работаю дальше.